Тема урока. Двигательные навыки в спортивных играх. Цель урока – демонстрировать свою роль и роль других при выполнении простых движений, объясняя различия. Рассмотрим на примере мини-футбола. Особенности игры. Игра ведется на площадке длиной от 25 до 42 метров и шириной от 15 до 20 метров. Продолжительность матча – 2 тайма по 20 минут. Используют мяч меньших размеров, чем при игре в футбол на траве. Кроме того, у мяча иные физические характеристики, в частности, отскок мяча значительно меньше, чем в большом футболе. Играют две команды – по 4 полевых игрока и вратарь. Замены происходят по ходу матча, и в отличие от футбола их число не ограничено. Полевым игрокам разрешено играть любой частью тела, кроме рук. Задача – забить гол в ворота соперника. Размер ворот – 3 на 2 метра. Техника безопасности. Надеть спортивную форму и спортивную обувь на резиновой подошве. Ногти на руках должны быть коротко подстрижены. На одежде не должно быть металлических крючков, пряжек, пуговиц. У играющих не должно быть колец, медальонов, сережек, очков. Не нарушать дисциплину во время игры. Не толкать в спину. Не ставить под ножки. Знать и выполнять правила подвижной или спортивной игры. Овладевать правильной техникой игр – залог профилактики травм костно-связочного аппарата и мышц. Техника – ваше оружие. Удары. Удар внутренней частью подъема. Удар часто применяется в игре. Выполняется он так. Опорная нога ставится несколько позади и сбоку от меча. На нее переносится вся тяжесть тела. Толбище отклоняется в сторону от меча. Бьющая нога сгибается в колени. Затем стопа бьющей ноги несколько разворачивается наружу. Голеностоп закрепляется, а носок оттягивается. Удар приходится точно в нижнюю часть меча. Так выполняется удар с места. А чтобы выполнить этот прием с разбега, встаньте в 3-4 шагах от меча и несколько сбоку. Разбегайтесь наискосок и в подуге к направлению полета меча. Удар внешней частью подъема. Удар применяется как при обстреле ворот, угловом, штрафном ударах, так и при выполнении скрытой передачи партнеру. Особенность этого удара в том, что мяч в полете закручивается и летит несколько, отклоняясь в сторону. Чтобы правильно выполнить удар внешней частью подъема, необходимо разбежаться точно по направлению предполагаемого полета меча. При этом немного согнутая опорная нога ставится на уровне меча на такое расстояние от него, чтобы не мешать бьющей ноге. Носок последний оттягивается вниз, голеностоп закрепляется и вся нога разворачивается внутрь. Туловище наклоняется вперед и тяжесть тела переносится на опорную ногу. В момент удара нога соприкасается с мячом наружным швом кеда. Высота полета меча при этом ударе зависит от расстояния между опорной ногой и мячом, а также от степени поворота стопы бьющей ноги внутрь. Следует помнить, чем ближе опорная нога и чем больше повернута внутрь, тем будет ниже полет мяча после удара. Удары по мячу головой Удары по мячу головой – очень эффективный технический прием, позволяющий выигрывать у соперника борьбу на втором этаже, поражать ворота противника. Однако ощутимое преимущество в этом отношении могут получить только те футболисты, кто хорошо владеет техникой ударов. Тренируя эти удары, постарайтесь не только подставлять голову под мяч. Стремитесь нанести удар головой, посылая мяч в нужном вам направлении. Удары головой выполняются с места, в прыжке и броске. Остановка мяча Способы остановки мяча в мини-футболе могут быть самыми различными. Однако они, как правило, достигаются уступающим движением той или иной части тела и расслаблением определенных мышечных групп. Остановка может быть полной, после которой мяч остается лежать у ног футболиста неподвижно, и неполной, когда движение мяча гасится неполностью, а лишь замедляется его скорость и изменяется направление движения. В игре, естественно, чаще всего используются неполные остановки, ведь мини-футбол отличается повышенными скоростными действиями интенсивностью. В результате футболист не имеет времени спокойно распоряжаться мячом. Получая мяч, игрок должен быстро сориентироваться, куда его направить. Разучивание способов остановки мяча целесообразно проводить одновременно с разучиванием техники ударов. Просмотрите следующее видео. Субтитры создавал DimaTorzok Все о мини-футболе. Продолжительность матча. Два тайма по 20 минут чистого времени. Перерыв в игре не должен превышать 10 минут. Игроки. Две команды по 4 полевых игрока и вратарь. Число замен не ограничено. Вратарь имеет право поменяться местами с любым игроком команды. Мяч. Длина окружности 62-64 сантиметра. Вес в начале игры 400-440 грамм. Ворота. Установлены по центру вратарской линии. 2 на 3 метра. Обе стойки и перекладины имеют одинаковое сечение. 8 сантиметров. Ознакомьтесь со схематическим изображением футбольного поля. Домашнее задание. Повторить размеры площадки игры в мини-футбол. Субтитры создавал DimaTorzok